Звезды сошлись, легендарные хоккеисты, олимпийские чемпионы на них равняются, им подражают, их любят поколения неравнодушных хоккею людей. Это наша игра. Проект «Выходи во двор», стартовавший по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, в 2022 году объединил целую плеяду звезд отечественного хоккея и дал возможность любительским командам жителей выйти на один лед с чемпионами, легендарными спортсменами. Так, на детском городском стадионе Щелково состоялся седьмой матч второго зимнего сезона проекта. По традиции, в начале игры символическое вбрасывание шайбы. Его провел министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Шикарно. Полные трибуны. На самом деле, очень хороший проект. Это непростое время. Это возможность вспомнить славные победные традиции и побыть вместе. Для нас важно, да, что мы вернулись в наше детство. Все выросли на дворовых площадках. У нас у всех было место сборки, так называемый каток, двор. И да, для нас это сегодня второй год. Каждую субботу радость. Радость общения, радость возможностей встретиться с людьми. В этот день на лед вышли легендарные спортсмены. Олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, а также российский футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, призер чемпионата Европы Роман Широков. К команде профессионалов также присоединились участник специальной военной операции «Житель Подмосковья» Никита Волков и зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский. Продолжили свое участие в проекте и популярные блогеры, чемпионы медиа-турниров, а голосом игры стал один из самых узнаваемых, знаменитых спортивных комментаторов и телеведущих Виктор Гусев. Ну и хотим спросить сейчас вместе со звездами, вместе со всеми участниками. Вы готовы поболеть? Готовы? Команда – это желание гордиться достижениями соратников, достижениями своего района, города, достижениями нашей страны. В этот день люди от мала до велика. Жители округа пришли поболеть за спортсменов, за своих земляков и, конечно, легенд хоккея. Стать свидетелями матча, который навсегда войдет в историю, как одно из самых ярких спортивных событий «Щелково». Гордость, конечно. Рад за нашу команду, за детей и за взрослых, что они играют. Очень довольны, что это происходит. Мне уже за 70. Я вижу знакомые лица ветеранов. Мне это очень радует. Хорошая игра очень. Это действительно праздник. Это праздник хоккея. Для любителей хоккея это невероятное событие. Выйти во двор с друзьями, погонять шайбу – ощущение особое. Оно не сравнится с игрой в большом спортивном комплексе. Именно здесь, на таких площадках и начинается настоящая игра. Здесь зарождается интерес к хоккею и желание следовать по спортивному пути. Эмоции такие положительные. Почему? Потому что мы все в детстве начинали именно с таких площадок. И мы сейчас перенеслись в счастливое и далекое детство. Поэтому настроение хорошее. И мы с удовольствием играем. Думаю, что праздник у всего народа Щелково, у всех болельщиков. Очень приятно приезжать сюда. Всегда тепло встречают, всегда тепло провожают и всегда ждут здесь. Это, наверное, самое главное. Соединяя человеческие сердца и привлекая внимание к здоровому образу жизни. Вот и юным хоккеистам выпала возможность присоединиться к командам легенд и любителей. Вовлечение звезд в социальные проекты играет огромную роль в популяризации спорта. Прекрасная организация. Отличная погода. Самое главное – полная арена болельщиков. Такое гостеприимство мы не видели, можно сказать, нигде. Поэтому, конечно, очень приятно. Обстановка волнующая, но радостная очень. Настоящий праздник хоккея и спорта. Поэтому огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за этот проект, мегапроект. И, конечно, спасибо организаторам Щелково. Замечательная атмосфера. Я думаю, большой праздник сегодня для всех. Дружеский матч, именно общение. Повидаться, пообщаться. Наверное, это самое главное. Особенно в это непростое время. Нужно сказать, что и детский стадион для проведения матча был выбран не случайно. Ветераны Щелковского хоккея помнят, как на этом самом месте в советское время ревели трибуны. Стадион «Химик» был настоящим центром притяжения любителей зимней игры. Приезжали сюда и известные команды страны. ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», «Спартак». Словом, место историческое. А спустя десятилетия – мечты тех самых советских мальчишек, которые, кажется, готовы были не расставаться с шайбой и клюшкой дни напролет. Исполнились. Они играют с настоящими звездами хоккея – олимпийскими чемпионами. Всю жизнь каждый об этом мечтает поиграть. Очень приятно. Такие знаменитости. Приехали в Щелково. Все это праздник для нас большой. Стоит отметить, в составе команды жителей сотрудники Щелковского телевидения – ветераны спорта. Легенды хоккея и щелковские ветераны спорта выходят на лед. Это событие Щелково, несомненно, запомнят навсегда. Ветеранская команда городского округа – многократные победители и призеры областных, всероссийских и международных турниров и чемпионатов среди любительских команд. А возглавил в день матча с легендами хоккея команду жителей председатель спорткомитета городского округа Кирилл Чепелевский. Это незабываемо, особенно для тех, кто когда-то смотрел этот хоккей, когда-то видел его, быть частью того, что эти люди, эти легенды ковали весь наш успех, прославляли нашу страну через спорт, независимо ни от чего, пахали на тренировках. Проект «Выходи во двор» дает возможность болельщикам не только насладиться игрой легенд спорта, но и самим выйти на лед. По традиции состоялся мастер-класс от профессиональных тренеров проекта, в котором принять участие мог любой желающий. Достаточно было иметь при себе пару коньков и клюшку. Это здорово, это объединяет людей, детей, взрослых, подростков не всегда вытащишь. А тут их заинтересовывает герой и дегенды СССР. Яркие эмоции, незабываемые впечатления национальные. Наша игра. Матч получился по-настоящему дружеским. Он завершился со счетом 5-3 в пользу легенд хоккея. Этот зимний сезон и начало календарной весны запомнится всем, кто был свидетелем и участником этой игры. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.